Процесс голосования на избирательных участках помимо местных и зарубежных наблюдателей отслеживают и компании, проводящие экзит-полы. Подробнее о том, как проходят экзит-полы, расскажет моя коллега Эльмира Мусазаде, которая сейчас находится на прямой связи со студией. Здравствуйте, Эльмира, пожалуйста, вам слово. Мы сейчас находимся в независимом исследовательском центре Эльс. Они с самого утра отслеживают ход всенародного голосования. Сейчас рядом со мной находится глава независимого исследовательского центра Ирада Ягубова. Ирада Хамубова, каковы результаты голосования на данный момент? Спасибо. Результаты голосования таковы, что активность избирателей составляет 63,8%. А теперь подробнее. С 8 утра, как вы отметили, на выходе 400 избирательных участков на территории 118 избирательных кругов Азербайджана наши волонтеры, по два человека, стояли и опрашивали выходящих, уже проголосовавших избирателей. Причем подходили они к этим избирателям согласно тем инструкциям, которые им были даны. То есть был шаг определенный. Они подходили, объясняли, что они являются представителями Экзитпола, предлагали анкету анонимную, объясняли условия заполнения. Избиратели сами ее заполняли. После этого складывали и закидывали ее в прозрачную урну Эльс. В течение дня четыре раза эти анкеты вынимались. Здесь производилась выборка, и все те данные, которые да, нет, на каждую статью, изменение вносимое в Конституцию, они подсчитывались и после этого передавались сюда, в информационный центр. Вся эта информация собиралась в специально созданную для этого программу, суммировалась, и в результате мы имеем данные по голосованию. Единственное, до семи часов, естественно, мы не можем их оглашать, но вот активность мы оглашаем, и можем сказать, что да, референдум состоялся, и волеизъявление народа, оно состоялось. Спасибо вам огромное, Радахан. Асли. Спасибо, Эльмира. Я напоминаю, на прямой связи со студией была наш корреспондент Эльмира Мусазады.